несколько дней назад все мы проснулись в новом мире признание лнр и днр спецоперация на украине поток фото и видео с боевыми действиями казалось что это страшный сон но нет это дивный новый мир несмотря на то что основное направление нашего канала заброшки мозаики сегодня хотелось бы показать и рассказать вам о своих поездках на донбасс в пятнадцатом и шестнадцатом году сразу же после активной стадии боевых действий и нет ни в качестве добровольца а никогда не поверите туриста да именно туриста я преследовал сразу несколько целей посмотреть своими глазами на войну на оставшееся советское наследие и рассказать об этом из первых уст серия моих рассказов о донбассе должна была выйти на канале не скоро но быстро развивающиеся события потолкнули меня сесть за монтаж прямо сейчас я как и многие другие жители нашей страны был знаком со всей ситуацией на майдане а впоследствии на донбассе смотрел сводки новостей самого начала развития событий читал статьи общался с людьми но всегда хотел посмотреть на все воочию интернет это одно а вот увидеть своими глазами вживую это совсем другое я ехал не просто путешествовать как обычно не фоткать памятники заброшки и прочее я ехал смотреть на войну на горе людей на разруху на видимо голос внутри подсказывал что пора расширить границы представления о жизни как таковой моя первая поездка вышла совершенно случайный звонок от товарища и слова сегодня ночью можем поехать в днр поясню что мой друг в то время занимался перевозкой гуманитарной помощи для мирных жителей я конечно же согласился выезд был назначен на пять часов утра до этого момента я не спал и собирал информацию о местах куда скорее всего будем заезжать насмотрелся видео начитался статей и уже было не до сна поэтому ровно два часа ночи был собран и ждал заветного звонка час x встреча и выезд и вот мы уже на подъезде границы здесь начинается донецкий кряж а еще постоянно туманы летом и зимой утром и ночью за окном то и дело мелькали вот такие памятники подобных сооружений тут очень много все они однотипные и приурочены к одному и тому же событию установлены повсеместно матвеево-курганском и куйбышевском районах ростовской области они обозначают линию проходившего здесь миус фронта во времена великой отечественной войны в то время у россиян на пропускном пункте был приоритет и мы проходили границу быстрее а вот очередь из машин с украинскими номерами становилось все больше и больше на пропускном пункте куйбышева проверка документов и проезд прошел примерно за 30 минут обычные вопросы куда кому зачем осмотр машины и вещей все как я и представлял хотя никаких границ раньше никогда не пересекал что же касается второго пропускного пункта денеровского то там все было намного проще и заняло примерно 10 минут оно и понятно ведь до этого мы уже были проверены российской стороной и повторный осмотр можно сказать был уже для галочки кстати тот же принцип работал и в обратную сторону фотографировать в этих местах конечно же такое себе занятие но попробую передать что увидел а увидел сплошь и рядом следы от пули осколков в балку которая держит центральный навес вообще попал нехилый осколок на вылит размером с футбольный мяч на постройках видны следы свежего цемента если бы приехал немного раньше то мог бы посмотреть на остатки от техники но ее уже быстро убрали в общем первое впечатление получено никак не укладывалось голове что это совсем рядом вот буквально напротив наша граница и первые поселения на стороне россии неудивительно что осколки частенько прилетали к нам в ростовскую область первый бой произошел здесь в начале июня 2014 года тогда спецгруппа батальона восток вышла с целью занять погранпереход однако авиация украины нанесла авиаудары по группе опаученцев и те были вынуждены отступить с того момента мариновка село которое находится буквально сразу после поста осталось до августа 2014 года под украиной уже в конце августа здесь повторно разворачиваются бои украинскую армию выбили с этих рубежей и блокада днр была снята сейчас мы отправляемся не в саму мариновку а в располагающуюся рядом степановку дорога новая почти идеальная хотя еще каких-то полгода назад стояли сгоревшие танки всюду валялись не разорвавшиеся снаряды мины и многое другое как же быстро исчезают следы войны но это лишь один такой случай война оставляет глубокие раны которые не заватать никаким асфальтом по пути кстати встретили вот такое чудо надеюсь поймете в чем тут странность после этого мы свернули на дорогу к саур-могиле здесь всех встречает советская стела если присмотреться то на ней можно заметить следы от пули осколков еще недавно многие деревья были повалены или посечены но природа быстро латает свои раны лишь обгоревшие стволы и выдают те события бои за степановку были очень сильными так как это был ключ к саур-могиле самой высокой точки донбасса первое что встречаем в поселке местный стадион если верить рассказам местных жителей первые снаряды упали именно сюда самое удивительное война коснулась почти всего а вот братская могила времен вов не было задета военных сводках село степановка появлялась чуть ли не дважды в день расположенная 85 километрах от донецка село имело важное стратегическое значение степановка несколько раз переходила из рук в руки здесь практически не осталось ни одного целого дома как минимум дома повреждены как максимум разрушены до фундамента и именно таких большинство местные жители свое село называют поселок сталинград и для этого есть все основания момент у нашего приезда люди понемногу возвращались в то что осталось от их домов и все вместе пытались наводить мирную жизнь началось все с 12 июля на петра и павла праздник когда начался первый обстрел степана первые снаряды это легли на стадион мельница дородел наш потом зашла уже на когда нацгвардия зашла украинская армия со стороны саур могилы начались уже можно сказать бои наша школа была построена семьдесят четвертом году сделали буквально три года назад такой капитальный ремонт были поставлены окна заменены линолеум от это нас учительская разбита комната буквально конечно каждый класс пострадал здесь везде были выбиты стекла везде там внутри даже своеобразный кир устроили стреляли центре поселка располагается памятник ешкову лейтенант ешков прибыл на фронт 4 июля 1942 года и первым местом дислокации являлся сталинград перед бронебойщиками ешкова стояла важная задача уничтожение техники противника на четвертый день офицера тяжело ранило и его отправили в госпиталь в часть он вернулся старшим лейтенантом стал командиром роты и был отправлен на только что освобожденный дон на один из самых сложных участков миус фронт 13 гвардейский стрелковый полк в составе которого была и рота ешкова ворвался в село степановку и занял оборону гитлеровское командование пыталась во что бы то ни стало вернуть утраченные позиции бросала в бой резервы вражеские танки надвигались на позиции бронебойщиков командир роты лично проверил огневой рубеж подразделения и сам приник противотанковому ружью начался бой первым же выстрелом была сбита гусеница от следующего танк загорелся раздались выстрелы других птр ударили пулеметы отсекая пехоту от бронированной защиты потеряв несколько танков гитлеровцы отступили в новой атаке впереди ползли уже тигры валентин ешков зажав левой руке противотанковую гранату а в другой автомат пополз навстречу граната полетела в гусеницу танка и разворотила ее машина остановилась из открывшихся люков выскочили фашисты и тут же рухнули сраженные автоматной очередью командира роты вторая атака гитлеровцев как и первая захлебнулась но вскоре они еще более крупными силами пошли в третью атаку ешков командовал рота и успешно сам стрелял из птр рядом взорвался снаряд одним осколком поразило ружье другим офицера понимая нарастающее напряжение командир не выходил из боя батальон вражеских солдат под прикрытием пяти танков наступал на поредевшую роту ешкова положение становилось критическим старший лейтенант снова выскочил из окопа и перевозмогая боль подполз к разбитому танку ешков нырнул в открытый люк развернул башню орудием сторону врага и открыл огонь это и решило исход третьей атаки свыше трех часов шел смертельный поединок фашистские танки не выдержали и стали отстреливаясь отходить на исходные рубежи один из снарядов соступающего танка разорвался возле окопа валентина ешкова его рота отразила в этот день еще шесть вражеских атак и уничтожила 22 танка такова была месть бойцов за своего командира 19 марта 1944 года указом президиума верховного совета ссср ешкова валентину федоровичу за проявленное мужество и героизм присвоено звание героя советского союза посмертно историю этого героя и его памятник своем же же я сравнился стойкостью ополченцев за их силу воли и духа за что собственно был занесен в базу миротворца продолжая прогулку по селу покажу вам местную детскую площадку на этом кадре одно и то же место с разницей в год к моменту нашего приезда территория уже была расчищена и детвора могла спокойно гулять здесь же располагается детский сад и школа что было в начале видео говорят что ее понемногу восстанавливают а вот детский сад скорее всего восстановлению уже не подлежит на входе в него всех гостей встречала интересная скульптура она тоже со следами войны могли ли представить советские скульпторы что на памятнике с детьми будут следы от оскоков и пуль причем прилетевших вследствие войны между братскими народами думаю что такое не могло привидеться даже в самом страшном сне если попробовать отбросить мысли о том что все это после войны то можно представить что перед нами очередной оптимизированный садик только осколки и следы от пуль не позволяют этого сделать тем более когда видишь сквозную дыру от снаряда который пробил 4 кирпичных стены выходить на задний двор садика не решились эта территория еще долгое время будет хранить в себе секреты так называют тут мины гранаты и снаряды что остались в земле поэтому ограничиваемся перед движением лишь по помещениям аккуратно прогуливаясь из комнаты в комнату среди грудь кирпичей откопали интересный альбом из прошлого даже не прошлого а другой реальности пролистав его до самого конца отправляемся обратно к машине здесь нас встретил мужичок который задал стандартные вопросы о том что тут делаем для чего снимаем и прочее слову журналистов днр тогда любили особенно тех кто является хоть немного независимым простых блогеров например жителям хотелось чтобы все люди мира увидели то что происходит здесь на самом деле и всячески способствовали любым даже любительским репортажем на выезде из степановки располагается еще один мемориал не вернувшимся сельчанам который почти не пострадал но судя по виду до войны за ним не особо присматривали за исключением местных жителей которые своими силами пытались поддерживать память о советском прошлом что же касается окраины села то она выглядит еще хуже чем центр да что заговорить достаточно посмотреть на спутниковые снимки здесь встретили еще одну детскую площадку которую разворотила от оскоков и снарядов позже выяснилось что мы находились как раз на том месте где стояло большое количество сгоревшей техники армии украины 2014 году кстати знаете что чаще всего встречалось в поселках и городах донбасса пункты приема металлолома думаю вы догадаетесь почему таким образом мы выехали за пределы степановки и отправились к следующей точке маршрута саур могиле на которой встретимся уже следующей части